В женской рубрике сегодня очаровательный молодой человек. Его зовут Сергей Раковский, он стилист-парикмакер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Я не знаю, сможем ли мы сегодня открыть какую-то Америку для наших телезрительниц, но я думаю, что много, хотя бы несколько полезных советов в преддверии весны от суперпрофессионалов всегда пригодятся. Первое, что я хотела вас спросить, какие типичные ошибки вы видите на улицах, когда перед вашими глазами проходят тысячи голов, какие бы вы отметили? Первая, наверное, самая большая ошибка, это просто грязные неухоженные волосы. То есть, на мой взгляд, ничего не может быть лучше помытой, причесанной головы. Не надо изобретать велосипед при помощи разных приспособлений, пытаться заколоть это все, придать некую форму, текстуру, но лучше выглядит абсолютно чистая, хорошо помытая, ухоженная голова. Ухоженная голова. Как вы советуете ухаживать за волосами? Вопрос очень такой болезненный для девушек, потому что кто-то говорит, давайте мы лучше вам отрежем волосы, чтобы не мучиться, и отрастим новые. Кто-то предлагает оливковым маслом мазать на ночь волосы по всей длине, чтобы они были мягкими. Как я еще слышала, вариант с кокосовым маслом. Кто-то предлагает делать маски, кто-то говорит, сейчас мы заламинируем. Сейчас он... Давайте вот вашу версию. Моя версия абсолютно разная для каждого клиента, потому что у каждого клиента есть свои потребности. Это не секрет, я очень люблю резать волосы. То есть в детстве я мечтал быть хирургом, но я не хирург, я режу, но режу волосы. Притом режу их очень много. Для меня очень важно, чтобы человек ощущал себя комфортно. Если данный человек себя ощущает комфортно с длинной длиной, для него это что-то очень важное. Тогда, естественно, мы подчеркиваем красоту этих волос, если они здоровые. Если волосы нездоровые, но они длинные, то есть варианты, как вы уже озвучили, кокосовые масла, оливковые масла. То есть к этому можно перечислить еще кучу масел, которые можно намазать на волосы. Это все жидкая составляющая. Но не всегда оно дает тот ожидаемый результат, потому что нет хуже замазанных кончиков волос, которые секутся кокосовым жиром, которые превращаются в сосульки. Также сейчас модные процедуры ламинирования волос. Действительно помогает оно? Вы знаете, это помогает больше, чем кератиновое выпрямление или уход. То есть другое название ламинирования волос – это керопластика. То есть волосы остаются пластичные, но при этом они покрыты защитным веществом. Они более гладкие, более глянцевые, то есть они рассыпчатые. То есть что хочет женщина провести рукой? Как в рекламе «Пантин прави». Как минимум, да. То есть это, получается, рассыпчатые, красивые волосы. Они застревают даже пальцы. Если застревает расческа, а если не застревают даже пальцы, легким расчесыванием руки, естественно, клиент счастлив. И ламинирование – это может такой эффект нам обеспечить? Не всем. Если волос уже мертвый, то есть живой мертвый волос – это такие важные факты, которые мы должны учитывать при данных процедурах. Если волос уже пустой, мы уже ничего не сделаем. А лучший друг пустых волос – это ножницы. Я, Сергей, где-то читала, я не помню, кто это сказал, но кто-то из великих мира моды, он сказал, что запомните, дорогие девушки, короткие стрижки идут только очень красивым женщинам. Но если надо этими шторками завеситься, тогда да. То есть я предпочитаю, вот как здесь очаровательная девушка, которая максимально открытое лицо, мне не нравятся завешенные лица волосами, то есть, соответственно, надо максимально открывать свою мимику, которая есть у человека, и подчеркивать свою мимику, а не пытаться этим париком все спрятать. Какие тенденции нас ждут в этом году, в этом сезоне? Обычно сейчас ко мне, когда приходят гости в женскую рубрику, они говорят, ну, все ясно, модно все, носить можно все, сочетать как угодно, да здравствует полная свобода, никаких штампов и шаблонов. Как в парикмахерском мире? Отчасти я с этим согласен, потому что если смотреть наш мир красоты, парикмахеры, визажисты, дизайнеры, наши работы связаны между собой, то есть, если мы смотрим стилистику одежды, мы не можем взять стилистику одежды из одной оперы, прическу взять из другой оперы. Если нам дается тенденция, заданная уже дизайнером, соответственно, мы стараемся это дополнить только. То есть, чем более разнообразные одежды, тем более разнообразные прически. Ну вот я, например, для себя отметила тренд, который мне очень нравится и который для меня недоступен, это розовые волосы. Когда девушки-блондинки добавляют что-то, вот какие-то розовые оттенки, они, конечно, не ходят, как куклы Барби, но вот что-то есть, появляется вот такое волшебное, как у русалочек что-то в волосах розовое. Это очень красиво, по-моему. Да, в этом году, естественно, и розовые, и сиреневые, и фиолетовые оттенки, они от разной насыщенности абсолютно, от глубокого насыщенного до абсолютно пастельного, легко заметного оттенка. И чем старше женщина, это я наблюдаю сейчас, находясь в общественном транспорте, то есть тем розовее волосы на самом деле. То есть действительно есть выражение на эстонском более корректное, чем я сейчас озвучил на русском, но вот оно действительно имеет место быть. А вы, кстати, можете определить по девушке, когда она приходит в состоянии, не знаю, жесткого дисбаланса эмоционального и говорит, так, Сергей, пожалуйста, меня из брюнетки в блондинку, все, обстричь, и вы успокаиваете ее, говорите, все хорошо, поговорим с вами завтра, сейчас я вам уложу волосы или там немножко поменяю осенную. Из своего опыта могу сказать, что да, это бывает очень часто, это бывает не только весной, не только осенью, когда наступает полнейший витаминоз. Лучшее спасение такой красавицы – это бокал красного вина и предложить из французского маникюра перекрасить ей в огненно-красный, потому что это исправит гораздо проще, нежели потом нарастить волосы и исправлять испорченный цвет, который был изначально. Сергей, вы пришли не один, с вами пришла очаровательная модель, и вы обещали мне показать несколько хитрых приемов, что мы можем прям с вами с волосами сделать. Я предлагаю пройти вот сюда, на наш такой импровизированный салон красоты. Добрый вечер. Добрый. Такие волосы средней длины, прямые. Мне кажется, что вот я даже и бы не придумала, что можно сделать. Но в умелых руках. Как правило, девушки решают проблему с такими волосами, либо они собирают это в хвостик, либо они собирают это в пучок. Пучок, кстати, это опять же неотъемлемая часть причесок в этом году. Она также приемлема, как и в офисном этикете, она приемлема в ресторанном обслуживании. Она очень красиво смотрится на приемах, она очень красиво смотрится на свадьбах. Поэтому как раз один из вариантов сегодня я покажу воздушный пучок. А как видите, у моей модели сегодня абсолютно естественным способом высушены волосы. Но я, насколько я понимаю, все-таки расчесочка немножко себе помогла. Я расчесываю волосы абсолютно обычной расческой, не используя никаких массажных щеток. То есть если вот у меня проходит... Вот то, что называется тангл тизер. Тангл тизер, да. То есть у меня расческа проходит абсолютно. Соответственно, значит, у моей пациентки, клиентки волосы в хорошем состоянии. Ну, иногда клиентки и пациентки. Ну, вот если мы говорим о бокале красного вина и перекрашивании волос. Кристина, кстати, была у меня платиновая блондинка. Это 8 марта, я никогда не забуду на всю жизнь. Мы ее волосы перекрасили в блондинку за сутки. Двое. Двое суток, да. Я еще жил над салоном, я спускался. Неудачно прошло 8 марта? Очень хорошо. Очень хорошо. И после этого вы решили, ну, все. Теперь я буду брюнеткой. Теперь я превращусь в злую королеву. Так. Вот сейчас мы имеем деление, которое девушка может, каждая девушка может выполнить сама дома. Да. У меня тут есть свои приспособления. Обещаю потренироваться. Я очень люблю пучки носить. Я использую самые обычные канцелярские резинки. Я думаю, что, в принципе, у девушки, у которой есть связанные пачки денег дома, можно одну пачечку освободить и позаимствовать резиночку. Действительно, девушке, у которой есть связанные пачки денег дома в ящичке, ей некогда покупать нормальные резинки. Ей приходится использовать именно вот эти. То есть я беру вот такие легкие приспособления, вставляю его в волосики. Так. Ну, я догадалась, это вы сымитировали вот этот профессиональный зажимчик, который есть для хвостика. Абсолютно точно. Ну, мы же можем и просто затянуть хвостик резиночкой, правда? И не мучиться с заколочками. Абсолютно, абсолютно, да. Затянули. После чего я высвобождаю какие-то прядочки. То есть у Кристины волос много. Я их затянул туго, чтобы в визажисту было меньше работы. Только подчеркнуть натуральную красоту, потому что парикмахер уже все затянул. Хорошо, когда есть натуральная красота, которую можно подчеркнуть, а не нарисовать на чистом лице. Вот таким образом у нас получается слегка лохматая текстура. Разделяю свой хвостик на две части. С одной стороны невидимочкой закалываю. После чего я беру еще одну невидимочку. И с другой стороны закалываю. Вот она прическа за пять минут от стилиста-парикмахера Сергея Раковского. Вот, вот что называется. В золотых руках все спорится. Ну, наверное, вам знакомо, когда вам надо буквально собраться за пять минут, быть ногшебательным. И выглядело это, будто как минимум... Мне знакомо, знаете, что когда я прихожу в салон красоты, а мне мастера все время говорят, у вас слишком длинные волосы их не уложить, у вас слишком короткие волосы их не уложить, у вас слишком густые волосы их не уложить, у вас слишком скользкие волосы их не уложить. Возится полтора часа на моей голове, и я думаю, ну что ж ты будешь делать? Это же где столько времени в жизни нужно найти. Так пожаловалась просто. Поэтому чем проще прическа, тем лучше она выглядит. Да, поэтому больше всего люблю мастеров, которые работают на конкурсах и умеют на пятой скорости делать укладку быстро-быстро-быстро. Вот это самое важное. Самое главное, даже сейчас существует большое количество соляных спреев, сахарных спреев, которые дают возможность придать текстуру. А еще мне кажется, Сергей, что когда у парикмакеров всего лишь 20 минут для того, чтобы сделать укладку, он никогда ее не испортит, потому что он просто не успеет. Он ее не засалит. Он не сможет сделать ничего, никакого гнезда на голове, он не сможет закрутить никакие суперсложные кудри. Он как раз сделает, как будто я вышла из дома и что-то сама сделала. Мне кажется, это самое модное сейчас. Ага, красиво. К сожалению, нам пора торопиться, у нас очень мало времени осталось. Я поняла, как украсить сзади пучок, а что нам делать вот с этими прядями? Вот с этими прядями мы берем просто хаотично и закалываем, при этом оставляя от лица, чтобы все болтало, все было модно, все было красиво. Ну, несколько раз, да, такой небрежный. Есть красивое выражение. Не можешь сделать чисто, сделай модно. Это хорошее выражение. Да. Очень красиво у вас получилось заколоть. Я не знаю, что-то, мне кажется, я пропустила. Самое важное, как этот хвостик там надо было подколоть. Я умею только такие чуть-чуть делать. Но это уже хорошо, когда кто-то уже что-то умеет делать. Это было здорово. Спасибо большое. Сергей Раховский сегодня в женской рубрике рассказал нам все, что он знает про волосы. Ну, в таком неком усеченном варианте. Мы ему за это очень благодарны. Продолжение следует...